Литературный квартал Ошибочно считают люди наивные или присыщенные, заключается не в ритмическом сочетании слов-погремушек, но в духе, который охватывает широкие горизонты и видит дальше и глубже, чем глаза человека. А Евгений Бунтов говорит, что каждый поэт приходит в мир для того, чтобы написать свое главное стихотворение – одно или несколько. Одно из произведений, ставшее ключевым в творчестве Бунтова – стихотворение «Напутствие», которое он посвятил своим детям. Ты проверь или так поверь, Этой верой не обеднеешь, Человек человеку – дверь, Если ключ подобрать сумеешь. Может, здесь ты найдешь ответ, Как бесследно не кануть в лету, Человек человеку – свет, Если сердце открыто, Свету минет ночь, И как сон забудь, Что пробито ковчега днище, Человек человеку – путь, Если эту дорогу ищешь, И студеным не верь ветрам, Божий свет на любви настоян, Человек человеку – храм, Если правды ты той Достоин. Строки этого стихотворения Евгений Владимирович положил на музыку, И получилась замечательная, Мудрая и задумчивая песня. Но, как признается автор, С годами поэтическое мировосприятие Притупляется. Тексты пишутся все реже, А вот музыку сочинять получается. Текст, который я беру для песни, Он такой, Как бы я его написал, Но не написал, А хочется. Вот притча о дружбе, Но мне очень хочется, Чтобы я это полностью стихи написал. Ну вот мой товарищ, В Москве он сейчас живет, Евгений Меркулов, Донской казак, Замечательный поэт. Ну вот он так вот пишет, Я хочу цикл песен написать на его стихи. Вот они очень песенны у него, И там много понятий близких мне, Дорогих, То, что он высказал, И мне уже нет смысла об этом говорить. Сейчас, погодь, заканчиваю. Во, теперь все, Можно начинать. Притча о дружбе. Ох, брехать я не мостак, На войне, ребяты, Пали коник и казак, От оданной гранаты. Едва затихнул бой К поднебесной выси, Души их, само собой, Плавно вознеслись, А в рай калитка, А на ней строгая записка, Мол, нельзя сюда коней Подводить и близко. Горько стало, но казак, Слезы утирая, Твердо молвил, Коли так, Обойдусь из рая. Другу места не нашли, Так и мне не надо, И по облаку пошли, Вместе вдоль ограды. Долго шли, А может, нет, Видят, что такое. Вновь калитка, Рядом дед, Старенький с клюкою. Дед, ты ангел, Алибес признавайся, Кто ты? И в какую часть небес Стережешь ворота? Рай у нас, Станишник тут, Дед ответил просто, Все Петром меня зовут, Звание апостол, Я с конем могу пройти. Проходи, воитель, Нет запретом на пути В райскую обитель. Почему же у тех ворот Для коней преграда? Там не рай, наоборот, Там ворота ада. Ты искус прошел, И вот в том твоя заслуга, Рай найдет лишь только тот, Кто не бросит друга. Рай найдет лишь только тот, Кто не бросит друга. Бог посылает нам испытания, Чтобы мы, преодолевая их, Укреплялись, А не отчаивались. Любить жизнь, Это значит уметь забывать все плохое, И удерживать все хорошее. Служба научила меня Беседу вести с жизнью, То есть жизнь – это живая субстанция, С которой можно общаться, С которой можно выстраивать отношения, Влиять на нее, Как она на тебя влияет, Беседовать с ней, И вот это вот такая вот штука. То есть ты не просто вот живешь Сам по себе как-то вот это, То есть ты с Богом общаешься лично, То есть вот без посредников напрямую, Вот в окопе сидишь, И никого больше нет. Ты и Бог, и все. Ну к этому тоже прийти надо, Не все к этому приходили, Но вот так получилось. И жизнь, она вот тоже, Те обстоятельства, То есть Бог разговаривает с тобой, Вот этими обстоятельствами, Которые… Это я не в книжке прочитал, Это вот в Афганистане, Там в 18 лет я это понимал. Почему вот это так? А почему это так? Когда ты начинаешь размышлять над жизнью, Ты начинаешь понимать, Что ага, это вот так, Это вот так вот. То есть все обстоятельства, Они не просто так. Это для чего-то, Это почему-то. И в результате я понял, Что человек может извлекать пользу Абсолютно из всего. То есть польза для человека есть во всем, Что его окружает. Какие бы обстоятельства вокруг ни были, Ищи во всем пользу для тебя. Ну тут нужна, Как у меня матушка говорила, Пропускная способность сердца. Она у каждого разная, у человека. Вот эта пропускная способность сердца, Она тоже развивается. И ты способен потом в свое сердце вместить, Вселенную целую можно вместить. Но это вот при правильном отношении к жизни И к себе то же самое. Пропускная способность сердца. Вообще очень интересный термин. О нем говорится и в медицине, Когда имеется в виду спортивное сердце, То есть тренированное, развитое. Сердце человека, регулярно занимающегося спортом, Имеет свои особенности. Оно становится более работоспособным. Если перевести медицинские законы На уровень духовного восприятия, То сердце это не только мышца. Сердце по учению святых отцов Есть орган общения человека с Богом. Цветоточие сил человеческой души. Да, сердце можно тренировать, развивать. А можно открывать, наполнять, питать. И чувствовать от этого всю полноту жизни. Человек оценивается вот этим вот, Пропускной способностью сердца. У кого-то вот, и ты не затолкаешь туда ничего, А которые вот распахнутые люди, вот так вот они. Но это меняется, она меняется. Война, конечно, и вот это вот Присутствие смерти, Чем этот опыт-то уникален? То есть тебя в любой момент, Завтра или через час, Тебя уже быть не может. То есть тебя может не быть. И поэтому ты живешь, Вот как в последний раз. Это такой интересный опыт. То есть ты каждый раз проживаешь, И вот завтра этого может не быть. Завтра этого может не быть. Ветер тянет задумчиво с гор, Огонечки в степи там и тут. Эй, солдат, передерни затвор, Нас на родине девушки ждут. Эй, солдат, передерни затвор, Нас на родине девушки ждут. На исходе махра и вода, В мятой фляге с колючим песком, На войне будет все как всегда, А потом будет все как потом. На войне будет все как всегда, А потом будет все как потом. А над полночью всадник летит С острой пикой солдатские гор, Эй, служилый, пока не убит, Помолись, передерни затвор, Эй, служилый, пока не убит, Не ленись, передерни затвор, Потому что ты нужен живой, Потому что подъема будет крут, Потому что Егорий святой, Потому что на родине ждут. Потому что Егорий святой, Потому что на родине ждут. На войне ты умираешь фактически сразу же. То есть ты умер и живешь вот с этим вот ощущением Уже как бы мертвый. То есть солдат на войне, Ну, он должен погибнуть. Ну, такая грубая формулировка, Но тем не менее. И когда ты это принимаешь, Что смерть всегда с тобой, Тебя это не в панику кидает, Не в отчаянии руки опускаются, А это тебя мобилизует, Это тебя заставляет более качественно относиться К своей жизни, к своим. Вот был человек, погиб. Сидят бойцы, чем они его вспомнят? Вот что ты оставил? А, ты украл тушенку у этого, значит, да? А тут ты, значит, автомат не почистил, У тебя заклинило и так далее. Вот тебя чем будут вспоминать? И понимая это, Ты думаешь о том, Что ты оставишь завтра. То есть вот наследие, Человеческое, простое наследие, Чем тебя вспомнят? Я это помню прекрасно. Я был замком взвод. И 30 человек, грубо говоря, бойцов. И со всеми нужно было найти язык, Ладить как-то, И выполнять общую задачу. И поэтому вот это вот ощущение смерти, Оно и сегодня Важно. И ты по-прежнему оцениваешь себя вот через это, Действуешь через это, Потому что завтра этого может ничего не быть. Ну, по другим уже причинам, Не военным, допустим, Но это тебя мобилизует, Это тебя настраивает. Правильный след оставить. И вот как-то вот... Ну, это, наверное, синдромные, конечно, Немножечко такие мысли. И простым людям они могут показаться Ну, не совсем понятными. Да, там вот, думая о смерти, Великая фраза. Ну, так это просто вот... Когда ты этого опыта не имеешь, Ну, это просто фраза. Крылатая какая-то. А когда это твой опыт, Я не знаю, Может быть, люди, Пережившие клиническую смерть, Не так же как-то вот... Перерождаются. И солдат тоже, Он на войне, Если он выжил, При правильном подходе Он перерождается, И его качества становятся Более какие-то такие... Откровенные, что ли, не знаю. За этот откровенный разговор Мы благодарим Евгения Бунтова, Человека, которому есть, Что рассказать и чем поделиться. А на этом наша программа Подошла к концу. Всего вам самого доброго И до новой встречи через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова